Микс Ньюз. День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Обычную пятницу в это время мы подводим итоги недели. Несмотря на лето, неделя получилась очень бурной. И в стране, и за рубежом предпринимателей. Я бы сказал, аналитик Арнуд Баблис. У нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Может быть, начнем с латвийских событий, с латвийских новостей. Но вот сегодня, на этой неделе, мы узнали, что имеется довольно значительное замедление экономического роста в Латвии. 2,1 кума. И уже это говорит о том, что это впервые такой небольшой рост ВВП со времен посткризиса. Разные причины называются. Эксперты почему-то все время говорят, что какое-то охлаждение на мировых рынках. Я, правда, этого охлаждения не заметил. Может быть, вы заметили? В чем вообще причина снижения экономического роста? Тем более, что в Литве, в Эстонии такого не наблюдается. Ну, ладно, начнем с того, что то, что мы выгнали 9 миллиардов денег не резидентов, а 9 миллиардов. Фактически сопоставимо с годовым бюджетом, да? Да. Посчитайте, это политики многие говорят, видите, как заслуга. Да, я считаю, что это экономическая диверсия против страны, потому что из тех 9 миллиардов, да, треть можно было использовать для финансирования. То есть мы реально выгнали 3 миллиарда кредитных ресурсов. Если мы смотрим, у людей денег нету, и поэтому одна из главных причин падения экономики именно с этим. Потому что предпринимателям недоступны дешевые кредиты, да, то есть они сокращают производство, да, то есть и экспорт и прочее. Потребительская корзина падает, потому что мы смотрим, люди не могут приобрести недвижимость, жилье, то есть банки ограничивают в этом, да. Ну и, конечно, дебильная политика. Я считаю, что то, что творится, да, у нас паразитическая экономика. У нас экспорт не развивается, дороговый баланс у нас не улучшается, у нас нагружает, так называемая административная нагрузка на предпринимателей растет, налоговая нагрузка растет. Вы сами видите, что делает СГД, как изощряется, причем вообще, я считаю, что надо очень жестко наказывать за селективную борьбу с неуплатой налогов. Так же были, в принципе, надежды с приходом госпожи Яунзема на пост гендиректора СГД? Знаете, я ни разу не услышал ни одного конструктивного предложения по улучшению работы СГД, да. Это, в моем понимании, типичный функционер, да, то есть так что. Да. Вот, тем не менее, нас уверяли, что когда вот эти 9 миллиардов, а сейчас, наверное, уже 10, утекли, вот те, кто вот сторонники вот этого капремонта в финансовой сфере, вот капитальный ремонт, как мы знаем, провозгласил господин Каевич, они уверяли, что, ну, это деньги нерезидентов, они все равно, особенно экономике не помогали, ни на что они особо не повлияют. Но, как мы видим, все-таки повлияло. Конечно, повлияло. Во-первых, для того, чтобы у нас были свои деньги, нам надо было улучшить торговый баланс, да, чтобы у людей на руках оставались свободные деньги. Тогда, когда у людей, да, то есть вот особенно средний слой, да, то есть и у предпринимателей есть свободные деньги, они их размещают в банке, да, и в банке уже эти свободные ресурсы используют для кредитования, аккумулируют. У нас, если мы смотрим при нашей налоговой нагрузке, да, то есть на предпринимателей, на все, у людей денег не остается, да, то есть это тактика выжженного лимона. Поэтому я считаю, что и мы медленно, целенаправленно к этому шли, да, и поэтому я говорю, надо наказывать. И самое страшное, да, то, что я не вижу того, что кто-то вообще понимал, я готов рассказывать. Я в этом уже пуд соли съел, я уже сколько об этом говорил. Уже отработаны во всем мире, отработаны методики, как поступать, и я вижу, что делается именно наоборот. То есть осенью я считаю, что будет опять подъем налогового времени, да. Может, а иначе не свисти к конца в бюджете. Да, то, что они там демонстрируют, что у нас какие-то улучшения, глупость. То есть делается все наоборот. Вот мы знаем, что те партии, которые сейчас находятся в власти в стране, чего только избирателям не обещали. Ну, в частности, там щедро обещали минималку 500, необлагаемый минимум 500, там необлагаемый минимум пенсии 500. Можно дальше это продолжать. Ну, сейчас, я так понимаю, заговорили, что, может быть, сделают минималку 500 евро, начиная со следующего года. Но, по-моему, с предпринимателями еще никто не советовался. Вот как вы оцениваете этот шаг? Ну, я оцениваю так, что как только они поднимут минималку на 500, я сразу уволю всех людей, которые не могут выполнить эту минималку. Потому что я не буду датировать. И в Латгале очень много предпринимателей еще больше закроется. Получается, что они начинают датировать им заработную плату. С чего? С чего? С убытков, что ли? С убытков? Вот в том-то и дело. Вопрос. То есть, они могут и объявить, что и 1000 минималка, и 2000. Да, вопрос. За чужой счет? Каким образом? Вообще минималку не надо трогать. Я считаю, что должно быть необлагаемый минимум 500, то, что обещали. И вообще, Абик, я напомню, я уже сколько раз говорю, надо принять закон об уголовной ответственности за обман избирателей, за невыполнение предвыборных обещаний. Потому что это обман. Кто туда попадает в парламент? В парламент попадают негодяи, которые врут нагло. А честный человек, который не врет, он туда не попадает. Не попадает. И это обман. И получается еще такая циничная вещь, что чем красивее и больше, и наглее ты врешь, тем меньше денег тебе нужно тратить на предвыборную кампанию. Разве не так? Именно так. Потому что покупается, ты скажешь, все, будет такая зарплата, будут такие пособия, все, надо голосовать. Да, и люди ведутся. Они заведомо знают, что это выполнить нельзя. И в результате потом нечего удивляться, кто туда попадает. Но, с другой стороны, представитель одной из партий, который все эти щедрые обещания раздавал, господин Боденса, министр юстиции, выступил с целым рядом инициатив. Что и генпокурора надо снять, с одной стороны, и аудит в судебной системе провести. И вроде бы так звучит, так сказать, все красиво насчет аудита. А как на самом деле? На самом деле аудит нужен во всех министерствах. Вы только в судебной системе, да? Нет, это аудит эффективности. Вот берем просто любое министерство и смотрим, куда тратятся бюджетные деньги. По позициям. И смотрим, какие позиции у нас приоритарны. Что на самом деле отдано населению. И что нарисовано, то есть выдумано. И сразу увидим, что две третих не нужны. Что оказывается, мы можем обойтись меньшим штатом. Что оказывается, не нужно столько людей. Особенно с учетом населения оставшегося в Латвии. Именно так. Именно так. Но это никто не делает. И в принципе, по поводу господина Борденса у меня отдельное мнение. Я считаю, что, во-первых, он уже был министром. Он уже в разных партиях был. И тогда он ничего не сделал. И не верит, что и сейчас сделает. Вообще, я считаю, что новая консервативная партия дискредитировала себя. Потому что такие заявления популистические, дешевые. И результаты мы видим. Еще были письма иностранных посольств. Да, и один из спонсоров, господин Бункус, который уже почти назначил ликвидатором АБЛВ. А что касается другого новичка политического спектра, если мы уже заговорили о политических партиях, КПВЛВ. Рейтинг мы видим катастрофически низкий. И вообще, они смогут выкарабкаться? Смогут они стать вторым новым единством? Вторым новым единством они не смогут стать. Вопрос в том, что отдельные люди, если они покажут себя неплохо в работе, могут потом... Пример в правительстве. Ну, да, при новом правительстве еще себя как-то показать. Я считаю, что господин Немиро старается, господин Гиргенс старается. По крайней мере, мы видим, что из тяга люди стараются. Да, сразу хочу сказать нашим радиослушателям, что вы были наблюдателем сразу на двух выборах на Украине, очень важных, президентской и Верховной Радой. Чуть попозже мы об этом тоже обязательно поговорим. Так еще, может быть, продолжение латвийской тематики. Все-таки ваши ощущения, и как рижанина в том числе, какова судьба Рижской Думы и вообще, что было бы лучше? Потому что сейчас всегда такая диремма. Одни говорят, что ну раз такой кризис и хаос затяжной, лучше досрочные выборы. Другие говорят, вы понимаете, досрочные выборы не отменяют очередных. То есть, вот сейчас придет новые полтора года, там уже следующее, уже работы не будет, все будут заниматься предубленной компанией. На ваш взгляд, как вообще этот затяжной кризис разрешить? Всегда надо задать вопрос, чего добьемся, если сделаем внеочередные выборы? Если мы смотрим на то, кто больше всего кричит, что давайте внеочередные выборы, на самом деле они сами их не хотят. Потому что не факт, что они выиграют, а во-вторых, это опять-таки расходная часть, дополнительная расходная часть. Потому что любые выборы все равно требуют... У меня сразу вопрос, а зачем мне очередные выборы? Если кто-то что-то нарушил, у вас что-то есть, в государстве есть все инструменты. Рига Сатекс, мы виноваты, наказывайте. Там нарушение, наказывайте. Зачем мне очередные... Маски шоу были-были, так где доказания? Где доказания? Да. Вопрос. То есть, получается так, идет подмена. Есть нарушение, привлекайте к ответственности. Как вы говорите, где посадки? Да, где посадки. А уже тут мы видим, что идет манипуляция и борьба за кормушку. Поэтому здесь я считаю, что кандидатура Бурова нормальная. Я слышал такую сказку, что за полтора года до окончания срока господин Пуца постарается объявить, что нет, надо поставить наместника. Выборы мы не можем, но надо заменить. Из министерства. И господин Яунопс уже с Пуца, уже нарисовали дизайн. Мы сейчас будем еще в Риге рулить до выборов. Но на самом деле, еще раз повторюсь, избиратель должен понимать, классический стандартный политик, сволочь, негодяй, социопат, и он старается манипулировать. Если человек, избиратель, лох, то он манипулирует. Будьте разумны, задавайте вопрос, с какой целью, зачем, просвещайтесь. И обсуждайте, и говорите, и называйте их своими именами. Да, а может быть, теперь новый президент что-то изменит? Сомневаюсь. Видя президента в действии тогда, когда он еще не был президентом и все остальное, это человек, который будет процедуру соблюдать, как в суде. Все надо выслушать, процедурка. Да, процедурка, всех выслушаем, сделаем. Торопиться не будем. Это просто так называемый профессиональный кретинизм. Человек просто так привык. Не будет резких решений, не будет амбицированных решений, не будет, не будет. Потому что он и тогда их не делал, и сейчас не будет. Люди, по большому счету, не меняются. То есть, он не захочет сам стать народным президентом, не знаю, поменять парламентскую исповедь на президентскую. Я понимаю, что он в одиночку этого не может сделать, но хотя бы что-то инициировать. Ну, скажу еще раз. Если мы говорим о господине Дэвидсе, его высказывание, что Ульманис был неправильный. То есть, он уже как бы дал понять, что он не будет повторять подвиг Ульманиса, не распустит. Ну, третий к его так убавствовал. Да, 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 это уже раз, это он же дал понять. То есть, он человек процедурный. Все должно быть по закону. Ничего, что закон уродливый, для лохов, для манипуляции. И разница между законностью и справедливостью – две разные вещи. То есть, он будет ориентирован на то, что процедура соблюдена. То есть, какие-то признаки законности есть. И с этим надо считаться. Хотя, я считаю, что если человек хочет блеснуть, он должен показать. Алло, мы хотим жить в демократичной стране. А в демократичной стране есть разделение власти. Исполнительное, законодательное и судебное. А у нас все принадлежит Сейму. И это была причина, почему предыдущий Сейм свернул Ульманис. И то, что мы сейчас этот бардак, все дозволенность наблюдаем. И Веймарская республика, Адольфик ведь пришел именно по этой причине. Алло, учитесь из истории. Поэтому я призываю, что нужна быть жесткая конкуренция. Может быть, даже у нас лучше был бы всенародный избранный президент, который приходит с кабинета министров. У нас есть парламент, Сейм, законодательная власть, которая следит за президентской и за исполнительной властью. Но тогда мы знаем, что 4 года работает конкретный министр. Мы знаем, с кого спрашивать. Еще было бы хорошо, чтобы Верховного Судью точно так же избирали, чтобы судебная власть была независимой. И человек уже отвечает за то, чтобы закон, законность максимально приближала к справедливости. Не по букве закона, а по существу рассматривалась. Потому что тот же самый камушек в огород Борданса. А что он сделал, чтобы законы смотрели по существу? У меня даже личный конфликт был с господином Бордансом, когда он снял и ограничивал в переизбрании Страуп. Странцет, она была судья окружного суда, Рижского, руководитель суда. Он же тогда снял. Я тогда лично задал вопрос. Почему? Почему? Объясни. И потом выяснилось, что это была политическая установка. То есть, тогдашний министр пошел на поводу политической клики, выполнял заказ. И когда человек говорит, да я такой себе справедливый, да я весь белый, пушистый. Да, вот такая политическая установка в другой стране, которая действительно была прикована вниманием, может быть, если не всего мира, то Европы точно. Это Украина, страна вам хорошо знакомая, поскольку вы и по бизнесу туда летали неоднократно. Я рассказываю в нашем эфире о тех, даже беззакониях, не побоюсь этого слова, которые там творились. Многие надежды возлагали, и не только сами граждане Украины, на эти выборы президентские. Действительно, определенная сенсация случилась. Как вы все это оцениваете? Вообще, сам успех Зеленского, который он повторил, ну косвенно, в выборах Верховной Рады, вот эта партия «Слуга народа», ну, по существу, получила контрольный пакет Верховной Раде. То есть, они могут формировать правительство вообще без кого-либо сегодня, математически. Да. Вот начнем, может быть, во второй части, так сказать, продолжим. Да. Вот что это было, вот это голосование за Зеленского? Тогда я могу рассказывать. Да. Значит, если так, я считаю, и все аналитики однозначно признают, что это было протестное голосование. Народ проголосовал не столько за Зеленского, сколько против той старой власти, которая была у руля. Поэтому он собрал основное количество голосов. То есть, народ поверил, да, то есть, вот в фильме он показал, как надо, и народ сконцентрировался именно на нем. То есть, он никогда не был в политике. Он сам своим потом зарабатывал деньги, да, то есть, он сам поднялся. Олигархом он не был точно, да. Олигархом он не был точно. Ни для кого не секрет, что на Украине многие говорили, да, это человек Коломойского. Коломойский его финансировал. Но сам Коломойский в приват беседах со многими признает, что он не уверен, что Зеленский все будет выполнять так, как он хочет. Что он вообще способен, сможет его контролировать. Да. Если мое мнение, да, если мы возвращаемся, изначально многие олигархи Украины, да, восстали против Порошенко. Они понимали, что это тупиковая ситуация. И в большинстве они ставили на Тимошенко. То есть, были всякие... Поверенный кадр, опытный, да. Да. И Зеленский готовился как в поддержку для Тимошенко. И даже было индивидуальное заявление Зеленского, что если он выйдет во второй тур вместе с Тимошенко, он даст свои голоса Тимошенко. И это был ключевой момент. Это было публичное заявление, когда прямо видно было, как команда Порошенко начинает рассыпаться от Порошенко. Понимая, что у Порошенко шансов нет. Сбитый летчик. Сбитый летчик. Но когда были первые результаты, где показали, какой результат добился Зеленский, это был шок, во-первых, для Тимошенко. Она поняла, что она сбитый летчик. То есть, что реально он, основная ставка ставится на него. Порошенко еще кормили обещаниями, что, ну, там, клоун, ты во втором туре его развалишь. И уже когда во втором туре уже Порошенко понял, как это все. И то, что у него сейчас абсолютная власть, у Зеленского абсолютная власть. Парламент его, он президент, ему дан такой мандат. И когда мне говорят, о, он счастливчик. Нет, он камикадзе. У него нет вариантов. Либо он сейчас оправдает доверие, которое ему выделено. Либо уйдет небытие. Либо уйдет небытие. Мы еще к нему вернемся во второй части, вот буквально в оставшееся время до перерыва. Все-таки, что касается Порошенко. Как могло так случиться, что, вроде бы, Порошенко, это человек, ну, который пытался себя так позиционировать, который завел Украину в Европу. Ну, или идет по этому пути, и якобы большинство населения с этим согласны. Надо уходить подальше от России. Говорил он, там, ЕС, НАТО, вот наш рулевой. Да. И как же так случилось, что, вроде бы, украинцы, если верить опросам, поддерживают такой тренд, тем не менее, так вот его не поддержали? Жуткая жадность. Жуткая жадность. Которая превысила все остальное. Превысила. Вранье. Да. Коррупция достигла феноменальных размеров. Просто феноменальных. Неужели больше, чем при Януковиче? Больше. Причем, вот тот же самый пример с Петренко, да, Минюст, Министерство юстиции. Если, сейчас могу конкретно сказать, что схемы, вот по отжиму бизнеса, да, то есть, когда тебе в реестре просто выписывают, вычеркивают, да. То есть, была твоя собственность. Теперь не твоя. И это знали все, да, то есть, как бы, на это все закрывалось глаза, да. И последний скандал, да, вот почему Порошенко убежал с Украины, да, и почему я уверен, что он не вернется. То, что сейчас уже опубликовали, да, что деньги из бюджета Министерства обороны просто перечислялись на офшорные счета, то есть, нагло воровались. Просто бюджетные деньги нагло воровались. И Центробанк дал указание не проверять эти переводы денег, да. То есть, это уже было наглое воровство, бюджетных денег. То есть, мы даже не говорим там как-то что-то, да, очевидно. Но Украине сейчас против Порошенко возбуждено 11 уголовных дел. Есть основания, да? Есть основания. 12 августа он должен был явиться уже к следователю для отдачи показаний, да. Так что может и не явиться, да? Похоже, что не явится. А вот Баблис у нас в студии, предприниматель-аналитик. Поговорим еще об Украине, в том числе, не переключайтесь. Вы слушаете радио «Болткома». Да, новый день еще раз, Аноль Баблис, на студии. Вот мы говорим о ситуации на Украине в свете состоявшихся выборов. Сначала президентских, потом Вихронную Раду. Вот вы, Аноль, сказали в первой части такую вот знаковую фразу, что на самом деле Зеленский камикадзе. Ну, вот, по крайней мере, две задачи ему надо как-то попытаться выполнить. Это как-то решить вопрос с Донбассом, с одной стороны. Во-вторых, все-таки найти как-то, не знаю, возможность, силу, умение начать переговоры и с тем же Путиным. Вот что дальше будет происходить? И, кстати, говоря, видимо, протестное голосование было и когда голосовали в Верховной Раде за слугу народа. Там же Зеленского не было, там были его соратники, но самого Зеленского там не было, да? Не, ну, за партию «Слуга народа» проголосовали, чтобы у президента был инструмент. То есть, граждане поняли, да, что нужен инструмент, да? Нет, люди проголосовали в надежде, что что-то изменится. И, в принципе, Зеленский стоит перед фактом, что он должен доказать, что да, что-то поменяется. Ситуация на Украине очень плачевная. Работы нету. Экономика развалена. Коррупция больше всего людей волнует. Тот же самый мой эпизод с рейдерством, да? То есть, инвестиции не придут, пока такая ситуация будет. Это невозможно, да? И Зеленский сам об этом публично сказал. Ну, какие могут инвестиции, когда непонятно, что будет с деньгами и самим инвестором? Да, я Юнис когда встречался с Зеленским, да, мой вопрос подняли. Зеленский тоже пообещал поставить этот вопрос на контроль. И было заявление Зеленского, что он надеется, что Латвия будет помогать ему, да. И понятно, что при такой ситуации инвестиции на Украину не придут. Они только будут, даже местные инвесторы будут убегать. Соответственно, первая задача основная – это разобраться с коррупцией и сделать Украину нормальным государством. Потому что вести переговоры с Россией по поводу того, что мы будем так, мы будем это, все остальное. То есть, пока ты слабый, не о чем говорить. Я вижу, что первая задача – это он должен навести порядок в стране. Должны быть образцово-показательные суды. То есть, уже… Без этого никак, да? Без этого никак. Палка – пряник, да, и людям надо. То есть, многие уже давно потеряли берега. И то окружение Порошенко, ближайшее, которое воровало, которое наваривалось… И фактически посылало в Керченский полив людей на гибель, да? Так этой команде было выгодно обострение этой конфликтной ситуации. Потому что таким образом ты отвлекаешь внимание населения от того воровства, от той ситуации, какая есть. Да, ничего нового. Еще с древних-древних времен войну короли использовали для того, чтобы отвлечь внимание населения от разного… Проблем, да. Проблем от того, что государственная власть слабая, коррумпирована, да, и все остальное. Но уже четко идут посылы, да? Два ближайших человека, которые из окружения Порошенко, Грановский и Каноненко, да, которые были решалы будут. Да. Будет зачистка в госструктурах, в прокуратуре планируются большие замены, в СБУ планируются замены. То есть, начинается с силового блока, правоохранительного. Аваков на данный момент, министр внутреннего дела Украины, стоит на стороне Зеленского. Это реальная сила, потому что под Аваковым реальные армии, в том числе и получастные, которые… И Аваков понимает ситуацию, поддерживает его. Поэтому будем смотреть. А по поводу конфликта на Донбассе, я считаю, что максимум, что можно сделать, это заморозить, чтобы не было бойни. То есть, заморозить ситуацию… А реального возврата территории де-факто на речи сейчас не идет, да? Нет в истории прецедента нормального мирного возврата территории. Бескровного, да? Бескровного. Но у Украины есть очень хороший козырь. Когда Зеленский закрепится, он может всему миру напомнить, что они отказались, Украина отказалась от ядерного оружия, при условии гарантии территориальной целостности. То есть, когда он наведет порядок, да, то есть, и закрепится везде, наведет порядок и в экономике, и в госструктурах, тогда он может поднять уже на внешние площадки вопрос, что, ну, а мы теперь восстанавливаем ядерный потенциал, поскольку нарушено международное соглашение. Я так понимаю, что времени, на самом деле, у Зеленского не так много. Да, не все эти пять лет, да, я так понимаю, что уже через год он должен хоть что-то показать, да? Ну, народ ждет моментальных движений. Были, правда, такие стычки, когда Зеленский вмешался, что один из генералов МВД там заступился за кого-то, не положено, да, то есть, он потребовал увольнения. То есть, такие кричащие факты, на них надо реагировать очень жестко, потому что кумовство, коррупция на Украине, ну, она уже носит, я не знаю, там. Я даже считаю, что эскадроны смерти, да, расстрелы на месте в какой-то момент могут стать необходимостью. Даже так? Даже так? То есть, такой масштаб? Даже так. Если по-хорошему не получится, ну, как, когда запущена болезнь, да, и гангрен уже идет вперед, надо отрезать. И чем позже отрезаешь, тем больше надо отрезать. А американский фактор, насколько он силен? Понятно, что Соединенные Штаты не скрывают своего, там, желания как-то контролировать процессы. При всей неоднозначности отношения Коломойскому мне понравилось интервью, и я с ним абсолютно согласен. Коломойский заявляет, что Украина большая, великая страна, и ей не обязательно уступать какие-то союзы. Ни НАТО, ни Евросоюз, ни СНГ, да, и все остальное. Она большая страна, если не навести порядок, она может быть самодостаточной. И в моем понимании я тоже поддерживаю эту позицию. Понятно, что на каком-то этапе ты должен вести переговоры, ты должен учитывать общую внешнеполитическую ситуацию, да, то есть ты должен присматриваться, что в мире происходит, да, но в то же самое время будем откровенны. Для Европы, для Евросоюза, да, то есть Украина со своим дешевой рабочей силой, дешевым продовольствием и всем, это бомба, да, то есть там никто их не ждет, да. НАТО, понимаете, как уже сразу поменяется перевес сил, если Украина вступит в состав НАТО, да, то есть для России это будет очень жесткий удар, и в принципе я считаю, что Путину надо было четко сказать, почему произошел крымский сценарий, да, и надо откровенно сказать, что если бы он сразу сказал и заявил, да, то есть жестко, да, что мы не можем допустить присутствие НАТОвской базы в Крыму, да, то есть мы теряем Черное море, да, у нас сразу меняется оборонный потенциал, да, то есть мы это просто не можем, да, и поэтому мы на это пошли. Может быть, к нему в мире было бы совсем другое отношение. А сказки про маленьких зеленых человечек, ну, это не очень хорошо. Он потерял лицо, к сожалению. Да, ну, это может быть тема для отдельного разговора. Возвращаясь к колотительным событиям, важно вот ваше мнение в том числе. Да, мы видим, что сейчас уже начались довольно серьезные разногласия внутри коалиции Каренща. Могут ли они стать еще более такими жесткими, вся эта ситуация, когда дойдет дело до рассмотрения бюджета? Я думаю, что гарантированно, потому что без иллюзии. Я не вижу, что они склеят бюджет, что он будет нормальный, да, то есть будет дефицит. Очередной подъем налогового времени, да, еще ухудшит ситуацию, да. То есть, в принципе, неизбежен подъем работы? Неизбежен. Я вижу, что неизбежен, потому что, знаете, как есть малое вранье, большое вранье и статистика, да, вот нам манипулируют цифрами, да, рисуют всякие чудеса, да, на самом деле та база, которая кормит, поддерживает экономику, да, она, скажем, не уменьшается, да, и тут я не вижу такого продвижения, да, и решений каких-то, да, поэтому ситуация будет еще хуже. Я предполагаю, что осенью может быть и развал коалиции. Даже? Даже. Таким вот образом. Ну, кого-то надо будет сделать крайним. Ну, как бы, кого-то надо будет сделать крайним, кого-то выкинуть из правительства, правительство развалится, да, но уже вырисуются какие-то новые контуры, да, то есть, но, опять-таки, это будет, скажем, даже не для того, чтобы улучшить что-то, да, а для того, чтобы, опять-таки, удержаться. Да, мы знаем, что рыночная или капиталистическая, можно называть, как мы хотим, экономика, она циклична. Очевидно, что, ну, кроме того, что деньги уплыли, как мы констатируем, в первой части 10 миллиардов нерезидентских денег, мы знаем, что доедаем мы вот еврофонды. Как-то вообще, на ваш взгляд, вы видите, что власти как-то готовились к какому-то, не знаю, худшему сценарию, к рецессии, к какому-то кризису, потому что не об этом сейчас идет. Никогда. У нас горе в том, что у нас никогда не было долгосрочного планирования, реального. Я не имею в виду реального. Не просто бумаги написали, да. То есть, не таблица Excel, да, где они забивают цифры, говорят, что-то рисуют, да, но реально, и что она реально выполняется, и что это реально приносит хоть какой-то результат. Я наблюдаю, да, то есть, с момента независимости Латвии, как у нас экономический потенциал падает, мы все распродаем, мы все разбазариваем, народ выезжает, да. То есть, как бы, то есть, это беда, и пока кого-то не накажут, поэтому я считаю, что у нас тоже нужны образцово-показательные суды. Я очень хочу, чтобы Зеленский доказал, показал и наказал. И наказал, да, и показал, как надо действовать и у нас, да, потому что у нас ситуация, да, получше, но это пока получше, да. Ведь Украина тоже не сразу стала такой ужасной страной, да, шаг за шагом к этому катилась. Я вижу, что мы тоже катимся, да, мы тоже катимся, да, поэтому если там будет жестко и конкретно введен порядок, да, и в конце концов будет заботиться о рядовом человеке, да, как у нас говорят, о маленьком человеке, да. То есть, будут создавать предпосылки, да, то есть. Ну, я думаю, успеем принять звонки тоже. Одевайте, пожалуйста, наушники 612-939, телефон прямого эфира. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, господин Бабри. Слушать ваш анализ всегда большое удовольствие. Вот, взвешено, кратко, риторика, лексика. У меня может быть неожиданный вопрос, но он для меня главный. Вот Юрконс, он серьезный человек, он выступает тезисом, что из бюджета хищается порядка 4 миллиардов. Он ссылается на Евростаз. Вот насколько реальна вот такая оценка этой цифры, ваше отношение к этому его высказыванию. Всего хорошего. Спасибо. Ну, по поводу конкретной цифры мне сложно сказать, но то, что воруется много, это точно воруется. Потому что, если мы смотрим, кто у нас в стране самые богатые, да, это не предприниматели, да, которые приносят. Как ни странно. Как ни странно. Это те, которые выполняют госзаказы, обслуживают еврофонды, да, и все остальное. Вот там у нас администраторы. Администраторы, да, те же самые администраторы. Поэтому вот именно вот эта паразитирующая экономика, да, то есть она у нас уже давно задушила реальную экономику. То есть это приоритет. Если вы посмотрите, кто же у нас миллионеры, да, и за счет. Тот же самый господин Мартинсонс, да, которым пишется, да, НДСные схемы, да, и все остальное. Ну, я думаю, что цифра большая, но конкретную цифру не готов обсуждать. Ну, в принципе, у нас еще остаются очаги промышленности. Я почему спрашиваю, поскольку вы сами вот всю жизнь этим занимаетесь, имеется в виду и бревоисверенность, да, вот переработка рыбы. У нас они вообще остаются, эти очаги промышленности? Может, когда читаешь, думаешь, ну, кто же у нас еще что-то производит? Ну, я говорил с Вилнесом Рантиншем, да, Ассоциация металлопереработчиков, да. Есть маленькие подвижки у него в лучшую сторону, да, в лучшую. Но это, опять-таки, абсолютно не связано с нашими политиками. Это связано с общими изменениями, с тем, что в Китае рабочая сила дорожает, да, то есть у них издержки дорожают. И просто на общем фоне, да, дебилизма, может быть, немножко более дешевые. Ну, это совсем маленькие производства, да, 30-50 человек. Да, но, опять-таки, мне очень обидно, что Металлург ушел, это стратегическое было предприятие. Мне очень обидно, что ТАП, Валмерская стекловолокна, мне очень жаль, что Латвийс Финерс, да, то есть производство размещает не у нас, да, то есть новые производства. Да, хотя могли, да, и, в принципе, я вижу тот потенциал, который мы могли бы, да, но надо понимать, что для этого нужно работать, принимать реальные решения, да, не виртуальные, не это самое. Ну, к сожалению... А что касается все-таки близкой вам сферы рыбопереработки, все-таки удается найти какие-то новые рынки, новые ниши? Может, понятно, что вот Россия сейчас этот рынок практически, по крайней мере, пока потерян, да? На прошлой неделе было собрание Ассоциации рыбопереработчиков, на которой я участвовал, и мы обсудили результаты в отрасли. В отрасли ситуация такова, что часть, большая часть отрасли предприятий умерла, да, и мы перераспределили те объемы продаж, которые были. За счет этого, да, то есть мы получили те объемы, которые нам позволяют хотя бы не работать в минус. Если 4 года назад государство само бы приняло бы решение, да, составило бы таблицу, вот эти предприятия не платят налоги, мы видим, да, то есть и половину бы убрало, 4 года мы бы отрасли не работали бы в минус, мы бы получили бы те же самые объемы, и сейчас отрасль была бы лучше. Но вот это нежелание принимать решений, да, государственных решений, не политические, а государственных, это две разные вещи. Политические заявления, рынок все расставит на свое место, и политик сразу получает возможность не принимать никаких решений, не нанести никакую ответственность, даже когда это приносит положительный результат. А государственным правильно было бы убрать часть, да, то есть те, которые именно не платили налоги, уходили от налогов, кто обманывал потребителя, да, кто ломал, портил рынок. Инструментов достаточно, не было политического желания. То есть, но сейчас в отрасли есть у всех, все чувствуют, что маленький плюсик, да, но это только из-за того, что произошло перераспределение между выжившими, выжившими. Может быть, такой последний вопрос, в какой-то степени неожиданный. А вообще в Латвии возможен, не знаю, свой Зеленский или хотя бы, с учетом того, что мы пока парламентская республика, своя партия, не знаю, слуга народа? Я думаю, что правящие партии, да, и чиновничный клан, и та колониальная аристократия, которая у нас сейчас заседает, они будут делать все возможное, чтобы не допустить. Во-первых, это будет блокирование СМИ, да, то есть, как бы, что это будет внедрение своих людей и подрывная деятельность изнутри, которая периодически... Да, то есть, поэтому, но в какой момент это может появиться? Это может появиться в тот момент, когда реально мы станем перед фактом, что государство не может выполнять свои обязанности перед гражданами, да. И тогда всех призываю, да, то есть, привлечь к ответственности тех, кто до этого довели. За ОИК, за развал экономики, за экономическую диверсию, с депортацией денег нерезидентов, да, потому что грязные деньги в этих 10 миллиардов, ну, максимум полмиллиарда, ну, миллиард, и подменить отсутствие работы по выявлению этого, да, и выгнать все деньги, да, неправильно. А если мы проследим, куда они ушли, они ушли в Америку. Практически большая часть этих денег ушла в Америку. И работает на экономику Америки, да, то есть, надо называть вещи своими винами. Это диверсия, предательство. Поэтому в тот момент, когда историки будут задавать вопрос, сразу надо показать. Как в Китае. Мне нравится Си Цзиньпинь, он пересмотрел сейчас, китайская компартия пересмотрела сейчас итоги приватизации 90-х годов. А вот так, да? А почему нет? Так и виновные будут найдены? Конечно, так там и есть и наказанные, и изъятые предприятия. То есть, те, кто занимались приватизацией, теперь отвечают. И тем более у нас есть прецедент. Мы открыли мешки КГБ, а сейчас откроем мешки Сейма и посмотрим, а что ты делал, да, а за что ты голосовал. Это каких-то 500 человек. Вот если мы говорим с момента независимости, да, в правящей коалиции, в правящих коалициях, да, то есть, в правящих коалициях, это порядка где-то 500 человек. В этом что-то есть, потому что когда вот начинают, сейчас годами не могут решить эту проблему разделенной собственности, когда вот земля под многоквартирным домом принадлежит третьим лицам. Да уже никаким даже не наследникам Первой Республики там уже продано-перепродано, да. Но ведь такую ситуацию, она создалась не сама по себе. Был соответствующий закон, где сказали, а, земля под многоквартирным домом, чтобы жильцам не принадлежало, а давайте, чтобы она была объектом купли-продажи. И быстренько все это приняли. Но ведь действительно есть имена и фамилии тех, кто это сделал. Это ведь не просто так случилось. Да, и это можно понять и сказать, вот из-за этих господ, да, то есть, как бы, все государство сейчас упражняется, и целая куча людей реально страдают. Да, и платят бешеные деньги за арендную плату, да. Да. И вот они виновны. И так можно по всем, и по ОИК тоже, ведь он же не сам возник ни с того, ни с сего, да. Нет, там же конкретные люди, конкретные чиновники, конкретные политики. Многих мы даже знаем в лицо. Да, 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 да. Я считаю, это самая большая афера, и за нее надо привлекать к уголовной ответственности, к реальной уголовной ответственности. Вот где должны быть реальные показательные, да. Вот, вот, вот. У нас все есть, только надо требовать. А пока они сидят у власти, вся власть принадлежит Сейму. Абсолютно вся. И я считаю, что они узурпировали. Ну, в какой-то момент они ее потеряют, и главное не упустить этот момент. Анна Бабиславов, студия, и большое спасибо. Угу.